Одним из первых мест, которые посетил глава района, стал берег реки Веземка. Вскоре здесь планируют создать крупный городской парк. Зона отдыха напротив Государственного историко-литературного музея-заповедника Александра Пушкина будет включать в себя тематические площадки, посвященные пограничным войскам и Отечественной войне 1812 года. Ожидается, что парк может стать визитной карточкой Голицына. Будут предусмотрены зоны активности для детей разного возраста, игровые площадки, спортивные площадки, для того, чтобы возможно было провести семейный отдых, выходного дня, так, чтобы все возрастные категории находили себе и развлечения, и места отдыха в любую погоду, в любое время года. По уже сложившейся традиции в ходе поездки Андрей Иванов общался не только с представителями местных властей, но и с жителями. Что еще нам нужно сделать? Может быть, площадочку, потому что молодежи много. Площадочку за счет? Спортивную. Ну вот, может быть, да. Да, наверное, тренажеры. Потому что у нас вообще очень такой дом молодежи. У нас медалистов за артур в этом году. Вы нам вручали. Жители Голицына встретились с главой района в культурно-досуговом центре «Октябрь». Андрея Иванова буквально засыпали вопросами и предложениями, начиная от идей по благоустройству, заканчивая глобальными проектами объединения Голицына и соседних больших везен. Разделяет нас пограничная река веземка. Хотя в Голицынской милиции находится в больших веземах, в Голицынский автозавод находится в больших веземах. То есть мы давно уже здесь прикрестились. Дети Голицына ходят в школу больших везем, в больших веземах ходят в нашу школу. Может быть, привезти в соответствие уже с сложившимися жизненными ситуациями. Андрей Иванов отметил, что подобные решения может принимать лишь после проведения народного референдума. Это шанс проявить себя для общественных организаций. Кроме того, собравшиеся обсудили работу фонда капитального ремонта, которая вызывает массовое недовольство местных жителей. В этом году к проблемным объектам добавилось еще 96 зданий. Глава района отметил, что у муниципалитета нет полномочий контролировать сроки работ фонда капитального ремонта. Однако пообещал, районные власти сделают все возможное, чтобы довести информацию о сложившейся ситуации до областного правительства. Что касается фонда, считаю, что работа безобразна. И не только на территории Голицына, а в целом по Ницовскому району. Полное невыполнение той программы, которая была заявлена. Подрядная организация, которая выигрывает на конкурсах, не выполняет свои обязательства. По прошлому году всего 30% было сделано домов из тех, которые попали в перечень. Подобные поездки глава района совершает регулярно. Как показал опыт, персональный контроль позволяет держать руку на пульсе ситуаций в поселениях и оперативно решать возникающие проблемы. Стараемся раз в две недели выезжать на конкретную территорию, на местность, смотреть то, как меняется ситуация, как решаются проблемы, как главы в поселениях и руководители администрации выполняют наши поручения. Озвученные жителями и местными властями пожелания Андрей Иванов пообещал рассмотреть в ближайшее время. С учетом того, как изменилась Голицына за последние годы, люди настроены оптимистично. Станислав Трифонов, Святослав Саменков, телекомпания Одинцова.